Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 90. В этом уроке я вам покажу полезный плагин, который позволит вам делать системные уведомления Joomla во всплывающем красивом окне. В некоторых шаблонах их эти системные уведомления можно даже не заметить. Человек, ваш пользователь, может их не увидеть. Возможно, это решение, которое я предложу в этом уроке, вам очень поможет. О каких системных уведомлениях идет речь? Смотрите, например, сейчас на форме я оставлю какой-то ответ. Нажму отправить и на стандартном шаблоне протестар мы можем видеть, у нас сообщение выглядит вот такого типа. То есть они просто помещаются вот так наверху и примерно они выглядят одинаково у всех шаблонов. То есть их практически можно даже не заметить. Что делает плагин, о котором сейчас пойдет речь? Этот плагин позволяет в середине экрана, затемняется экран во всплывающем окне, показывать вот эти вот системные оповещения. Плагин небольшой, давайте приступим. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Плагин устанавливается обычным образом через компонент расширения менеджера сам плагин бесплатный. Ссылочка будет под этим видео. Перейдете на мой сайт, скачаете этот плагин. Я его уже установил, перехожу в расширение менеджер плагинов. Вот он. Если он у вас не наверху, вы можете отсортировать, например, выключено и выбрать тип системы. Я нажал включено, надо нажать отключено. И вот он, этот плагин. Заходите внутрь. Включаем его. Смотрим небольшие настроечки. Активировать. Где? Только frontend, то есть это ваш сайт. Backend это админка сайта. И первое активировать и там, и там. То есть эти уведомления можно и в админке сделать. Ну в админке они ни к чему, я считаю. Поэтому я делаю только frontend-only. Дальше. Framework. Здесь оставляем jQuery для frontend-а. Для backend-а jQuery. Но мы с вами для админки не включаем. Есть еще одна вкладка дополнительные параметры. Loat jQuery. Загрузить jQuery в библиотеку. Также frontend-only я оставляю. Loat bootstrap. Bootstrap можно оставить. Не загружать. Так как в Joomla 3 серии bootstrap уже присутствует. Включили плагин. Сохранить. Закрыть. Идем на сайт. И попробуем еще раз оставить сообщение. Например, на форуме. То есть такие сообщения возникают при регистрации пользователя. Когда он зарегистрировался и активировал, например, свою почту. Да. Эти все будут сообщения во всплывающем окне. Вот. Согласитесь, намного удобнее и человек никогда не пропустит. Потому что эти сообщения могут быть важными. То есть оно всплывает посредине экрана. Экран затемняется. Человек его не пропустит. Он может его потом так закрыть и все. Вот такой вот полезный плагин. Надеюсь, для вас урок был интересным. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк, палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, не важно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok